Время супа! Слёт успешных предпринимателей сегодня открылся в Тюмени. За 7 лет молодёжный бизнес-форум стал стартом для реализации многих идей. На этот раз областной центр принимает полторы тысячи участников, которые будут работать на семи площадках. Как прошёл первый день, расскажет Анна Робчук. Неформальное открытие форума началось здесь, у главной сцены, с небольшого нетворкинга и переклички. Всего запланирован приезд участников из 40 городов, а пока здесь Москва, Ростов-на-Дону, Томск, Хабаровск и практически вся Большая Тюменская область. Юлия, город Хабаровск, у нас самая лучшая молодёжь и мост, а мы уже с детичной культуры. Всё, что я слышала, это пока ехали сюда, что это очень крутой проект и на самом деле существует давно. Первая площадка форума – молодёжное предпринимательство. В зале нет свободных мест. Тема, как начать своё дело. Казалось бы, ответ прост – пойти и начать. Но на деле решение может оттягиваться, а открыв бизнес, можно его вскоре закрыть. Среди спикеров – практикующие предприниматели. Магазин косметики, ремонт гаджетов – все они со своими историями. Кто-то прогорел, кто-то развивает свой бренд. Сегодня эксперты делятся опытом. Есть такая социальная сеть Facebook на самом деле. И суть её в том, что там конкурентность очень низкая на самом деле. Но при этом экспертность там достаточно высокая. И там достаточно несложно раскрутиться, как эксперт. У нас заезжает спикер, у нас заезжают гости. И, соответственно, мы проводим максимально интерактивные форматы именно сегодня. У нас сейчас одна история. У нас спикер два с половиной часа добирался от Хилтона до Олимпийской ребячки, потому что водитель уехал не на ту ребячку. И мы его потеряли. Ну, то есть вот эти все вещи в первый день – это самое хорошее. Потому что если бы это происходило завтра, для нас бы, как для организаторов, это был бы тяжёлый удар. Бизнес-игра «Завод» переросла из масштаба в городах в федеральный. Здесь всё как в настоящем производстве. Сборочный цех, дирекция и многочисленные отделы. Этот симулятор не для обучения продажам. Он про коммуникацию и управление. Ни один форум-суб теперь не обходится без завода. Сегодня здесь участвует 100 человек. Арсений, а как вам должность руководителя отдела обеспечения? Чем вообще занимается руководитель? И много ли денег вы должны заработать за сегодняшний день? Я работал в ЦМИТе по Блаб-Тюмгу на роли технического специалиста. Одной из моих обязанностей была закупка комплектующих. Надеюсь, что справлюсь с этой должностью на 5 с плюсом. Ещё одна площадка – ярмарка инвестиций. Спецпроект форума. Здесь презентуют свои проекты и получают обратную связь. Формат свиданий. На то, чтобы понравиться – три минуты. Нет – следующие. Всего за всю историю ярмарки инвестиций соискателями привлечено более 200 миллионов рублей. От частных фондов, различных компаний и инвесторов. Завтра самый насыщенный день форума. Официальное открытие и множество секций. От женского предпринимательства до внешнеэкономической деятельности. А пока участники продолжают пребывать в Олимпийскую ребячку. Анна Рапчук, Александр Изосимов. Тюменское время. Третий и заключительный день форума тоже будет полезным. Участники СУПа узнают, как работать с крупным предпринимательством. Руководители диджитал-компании расскажут представителям микробизнеса о секретах сотрудничества. Телеканал «Тюменское время» покажет телеверсию форума СУП в субботу, 21 сентября. Начало 18.30. Не пропустите.